Next, Алексей Стримилаев с рассказом о полуконтроле компании NEC По-моему, у Саши на одном из слайдов фигурирует Вот, я буду сейчас Алексей на рассказ Да, добрый вечер Сегодня постараюсь рассказать вам немножко о контроле NEC Задача рассказать о контролере, она такая слишком объемная То есть контроллер, который действительно может управлять сетью, достаточно большой сетью Решать вопросы электронизации, обеспечения поля сел-сервера, компетентизации, безопасности Вопрос достаточно всеобъемлющий Вот, поэтому, так как конференция, семинар у нас научно-практический Я постарался оттолкнуться от идеологии OpenFlow сетей И, собственно говоря, показать о том, как NEC, следуя этой идеологии Концепции открытых издневных сетей на базе протокола OpenFlow Реализуют отдельные задачи именно о своем контроле Ну, для начала хотел бы сказать, что, в общем-то, участие NEC в OpenFlow Оно, с одной стороны, не случайное С другой стороны, это была первая компания, крупный-крупный вендор Который поддержал инициативу OpenFlow с самого первоначального этапа То есть, да, конечно, там Том создавали некоторые стартапы Но, тем не менее, NEC принял участие во всех рабочих группах С момента их основания NEC является производителем как IT-оборудования, то есть это серверы, системы хранения, суперкомпьютеры NEC является производителем оборудования для сети передач и данных И NEC является разработчиком систем аналитики достаточно мощных Там, система распознавания, решения для Big Data То есть, скажем так, вертолизация сетевого пространства Это, скажем так, задача, которая достаточно органично сочетает в себе все эти функции Кроме этого, с каждым из этих направлений NEC работает пару десятков лет как минимум И если говорить о сетевой виртуализации, то этому направлению тоже уделено добрые десятки лет Когда вопрос сетевой виртуализации сводился к запуску Linux программного обеспечения Павер Клинуса, который работал на Advanced TCE архитектуре Это, скажем так, первый шаг виртуализации Поэтому, когда OpenFlow появился, NEC в это поверил И сейчас OpenFlow является стратегическим направлением NEC, которое официально озвучивается президентом компании НЕК на текущий момент является единственным вендором, который имеет сертификат OpenNet Foundation на свои решения И, в общем-то, один из немногих, который имеет коммерческий контроллер OpenFlow версии 1.3 Прежде чем перейти к самому контроллеру, да, любимый слайдик по поводу OpenFlow Слайдик он не случайный с той точки зрения, что принцип организации потоков Это та основа, которая лежит в идеологии с две сетей Как известно, поток OpenFlow определяется заколовком IP-пакета На самом деле это не аксиома В принципе, если как будто абстрагироваться от того, что мы привыкли видеть В этих 12 или не 12 пайдах может быть написано что угодно Такой принцип он решает, то есть сохранение привычной инструкции, он решает две задачи Первая задача это преемственность То есть, чтобы то, что сейчас предлагается на рынке достаточно легко интегрировано с существующими сетями передачи данных То есть это Ethernet, это IPv4, IPv6, MPLS И в принципе мы можем говорить, что SDN в сети, сети OpenFlow способны интегрироваться с любыми сетями передачи данных Второй момент это, конечно, восприятие индустрии То есть люди, которые учились, работали в сетевой индустрии, они, конечно, привыкли видеть перед собой IP-шный стек И если они видят этот IP-шный стек на уровне виртуализации, это не вызывает никакого отторжения А вторая задача это возможность перенести те наработки, которые были сделаны в течение лет или десятилетий, на новый уровень, на уровень виртуализации То есть то, что раньше было сделано в Кремнии, теперь можно сделать на уровне виртуальной сети Значит, если мы посмотрим наглядный пример Значит, собственно говоря, отличие контроллера от обычной системы управления, от обычной IP-сети Оно заключается в том, что пакет, проанализированный пакет на входе в сеть OpenFlow Дальше контроллер может с этим пакетом, с заголовком, строить маршруты на основе собственной логики То есть контроллер не обязан сохранять вот эту маску на протяжении всего пути потока Это было необходимо делать для IP-сетей, потому что там каждый узел у нас анализировал определенные поля заголовок Как все эти LR2, LR3, Firewall Значит, здесь контроллер, проанализировав на входе заголовок пакета, дальше строит маршрут и максимально упрощает сам этот заголовок Чтобы с одной стороны обеспечить простое управление трафиком, простой мейпинг То есть дальше при передаче потока у нас фактически используется только одно поле А второй момент значительно оптимизирует использование таблицы OpenFlow То есть понятно, что таблица OpenFlow в самом коммутаторе не безгранична Если мы возьмем транзитный коммутатор уровня ядра И если рассмотреть, что гранулярность потоков там будет такая же, как на пограничном уровне То нам никакого объема памяти не хватит, чтобы туда это все внестить Значит, соответственно, вот такая схема, она подразумевает некое логическое деление типов записей Которые контроллер транслирует в сами коммутаторы, деление на три типа То есть это у нас точка входа, транзитная точка и точка выхода Так как сеть у нас сама по себе это структура динамическая И подразумевается, что контроллер обеспечивает ее жизнеспособность Самовосстановление в случае обрыва линков, выхода отдельных узлов, протилактика Переконфигурирование в соответствии с политиками, принудительными или вынужденными То для каждого такого узла у нас существует определенный триггер, который является ключевым для данного типа узла Значит, на входе здесь, в общем-то, достаточно все понятно И тот, кто, как бы, знаком с OpenFlow, это вот то, что мы видим То есть мы берем пакет, смотрим маску и по маске определяем принадлежность пакета к определенному потоку Поменялся пакет, заголовок, значит, это у нас другой пакет данных Он принадлежит либо другому потоку, либо для этого пакета надо создать новое правило и новый маршрут в сети Вторая часть — это транзитная часть А транзитная часть, как я сказал, в контроле RENEC, она максимально упрощена за счет меппинга То есть транзитная часть — это фактически LR2 коммутация При этом сохраняется, естественно, совместимость со всеми OpenFlow контроллерами С той точки зрения, что вот этот Destination Station ID, он находится в поле MAC-адреса И с точки зрения любого коммутатора, который работает в OpenFlow сети Он воспринимается как точка назначения Как MAC-адрес назначения Для транзитной станции у нас транзитного узла У нас путь, маршрут потока может меняться Соответственно, триггером для транзитного узла является смена топологии Смена топологии Либо у нас что-то происходит с ВИНКом или коммутатором на маршруте этого потока Перегрузка, неисправность Либо на контроллер поступает какое-то правило Которое гласит о том, что для данного потока надо провести перемашутизацию Причем перемашутизация — это может быть не только изменение маршрута Но это может быть бонансировка, то есть сброс каких-то отдельных потоков Перепрос каких-то отдельных потоков на другие направления OpenFlow позволяет делать резервирование То есть, если нужна сверхнадежная передача к какому-то потоку информации Этот поток информации может передаваться несколькими маршрутами Например, в реализации NEC это может быть до восемь маршрутов репликации И третий момент — это точка выхода Точка выхода из сети OpenFlow Она сама по себе тоже достаточно интересна Потому что точка выхода фактически определяет Говорит, гласит о том, что сети OpenFlow обеспечивают мобильность Так называемую принудительную мобильность То есть, если мы любое устройство, подключенное к сети OpenFlow Будь то это физический хост или виртуальная машина Перемещаем в другое место Сеть OpenFlow автоматически, то есть контроллер автоматически Определяет новое местоположение этого хоста И перестраивает маршрут Соответственно, задача точки выхода Задача точки выхода Исходящего потока Определять у нас Положение точки B То есть хоста И при изменении его положения Там отключился Мы говорим о том, что этот поток нам не нужен Потому что Точки назначения для него больше не существует Мигрировала эта виртуальная машина на другой интерфейс Мы говорим о том, что маршрут Вот он весь поток Какой он есть Со всей статистикой Со всей информацией Он перестраивается Переходит на другой маршрут Соответственно Емкость контроллера И Скажем так Количество DataFlow Который поддерживает контроллер И Количество Flow Entry То есть Количество потоков Которые поддерживает коммутатор Это в общем-то Практически Ну достаточно Разные понятия То есть С точки зрения контроллера Flow Это поток Из конца в конец То есть От точки входа В сеть OpenFlow До точки выхода Из сети OpenFlow И если у нас В сети Находится 100 коммутаторов То То с точки зрения контроллера Это Один Flow И Если мы говорим О производительности контроллера То Контроллер Поддерживает Одновременное существование В сети Одного миллиона потоков Поток Ну Это у нас Двунаправленное Однонаправленное Понятие То есть Если мы говорим о пинге То Один пинг Это два потока Пинг и пинг реплайн Если мы говорим о емкости Трафике предположим То это У нас Один поток В направлении Точки А В точку П Если мы говорим О емкости Коммутатора То мы говорим О количестве Записи Flow Entry И Количество Flow Entry Оно в общем то Даже не соответствует Количеству потоков Проходимых Через коммутатор Потому что В зависимости От правил Ассоциации Между физической И логической Структурой Реализация Одного Data Flow Транслируемого С уровня контроллера Оно может Занимать Несколько Flow Entry Несколько Записей В самом Коммутаторе Ну Вот здесь Табличка Да Это Те Параметры Производительности Которые Решение NEC Program Flow NEC Контроллер NEC EFC Поддерживает На текущий момент То есть это версия 5.0 OpenFlow 1.3 Мы говорим Что контроллер Поддерживает 200 коммутаторов 1000 Виртуальных Сетей То есть Позволяет Функционировать В физической Инфраструктуре На базе Физической Инфраструктуры До 1000 Независимых Логических Сетей 10.000 Виланов 500.000 Полмиллиона Интерфейсов Интерфейсов Да То есть Интерфейс Это точка подключения Физического хоста Или виртуальной машины Ну и соответственно 1.000.000 Потопа При этом В зависимости от ситуации Обеспечивается От 3 до 5 Тысяч Flow Packet То есть Правил Которые контроллер Может транслировать Изучить И транслировать В коммутаторах Значит Первая Коммерческая версия Контроллера Появилась В 2009 Году НЕК Примерно 2 Раза в год Выпускает Обновление Программного Обеспечения Топ Версия 5.0 Это Июль 2013 Года Сейчас Задача Этого года 2014 Это Обеспечение Построение SDN-сети На базе Несколько Контроллеров Версия 5.1 Которая Ну вот она Готова И в ближайшее время Появится В коммерции Это Решение Построенное На базе Unified Network Контроллеров То есть Это Скажем так Веб-интерфейс Который Обеспечивает Синхронизацию 10 Контроллеров Соответственно Вот все Параметры О которых Мы говорим Они Просто умножаются На 10 К концу Следующего года Уже Планируется Серьезное улучшение С точки зрения Оптимизации Механизмов Маршрутизации Архитектуры И Мы Переходим К зонтичной Архитектуре Ну вот Параметры Здесь Не представлены Ну Как уже было сказано Раньше Кроме непосредственно Самой Конмутации OpenFlow Позволяет Обеспечивать Некий набор действий И Собирать статистику Значит Ну Кроме Как общеизвестных Unicast и Multicast Значит OpenFlow позволяет Малтипасс То есть это Планировка нагрузки И Резервирование И Четвертое Waypoint То есть Waypoint Это схема построения Сети Которая позволяет Строить Так называемые Service Chain То есть Логически Это единый поток Но Этот поток данных На пути следования Из точки А В точку Б В определенных Транзитных точках По определенным критериям Отвергается Некой Обработке Некому Трафик менеджменту Об этом Немножко В конце презентации Теперь О самой концепции СДН Ну Всем известно Основа OpenFlow СДН сетей Это Отделение Data Plane От Control Plane Но Наверное ключевыми моментами Является то Что OpenFlow Это стандарт И соответственно Любой контроллер Любая Сетевая операционная система Она Совместима С коммутаторами Это позволяет Снижать Гендер риск Да И позволяет Достаточно Легко и независимо Друг от друга Менять Как транспортную Среду Так и среду управления И Что самое главное Это Открытая архитектура Да Это сетевая операционная система Она имеет Открытый API Который Кроме централизованного Управление Позволяет Получить Приложение Которое Работает Поверху Этой операционной системы Поверх контроллера Получить Доступ к информации О Так Слишком Правда Получить Доступ к информации О Данных В сети И сделать Вот эту информацию И сделать И сделать Эту информацию Доступную Для Широкого Круга Разработчиков Независимых Разработчиков То есть Когда не сам Производитель Оборудования Не сам Производитель Контроллера А независимый Производитель Софта Или сам владелец Сети Может Писать Какие-то Приложения Вот В частности Ряд их был Перечислен Защита от DDoS Firewall Это может быть Балансировка нагрузки Это Могут быть Приложения Соответственно СДН Само понятие СДН Оно За последние несколько лет Достаточно сильно Трансформировалась И коммерциализировалась И под Соусом СДН Многие Пытаются Подвигать Решения Связанные С повышением Эффективности Управления Потоками данных Или Туннелями Интерфейсами На базе Существующей IP-инфраструктуры Если говорить Об идеологии НЕК То НЕК Придерживается Идеологии OpenFlow СДН Сетей То есть Сети Не IP А сети OpenFlow То есть Формально Конечно требуется Замена оборудования То о чем Сегодня говорилось Но Но Такая замена оборудования Она Собственно говоря Позволяет Владельцу сети Оператору Постепенно Перейти К среде Да К транспорт На среде К сетевой среде С длительным жизненным циклом То есть Вот то что мы видели в самом начале То есть Вот этот цикл Произвольный Он там не привязан Ни к IPv4 Ни к IPv6 Ни к IPv6 И там можно писать Все что есть сейчас И все что Можно придумать В будущем В принципе Вот Ну и конечно снижение Лендериска То есть Замена контроллера Это Ну не такая большая трагедия На самом деле С точки зрения OpenFlow Соответственно То что касается Открытой архитектуры из DMC Ну мы Ценность ее Это построение Некого коммьюнити Да То есть И здесь Собственно говоря Видение такое же То есть Mac как производитель контроллера Он стремится к тому Чтобы сделать Свой контроллер Максимально доступным И простым Для интеграции Как для Приложений SDN Так и с точки зрения Поддержки Всего спектра Существующих OpenFlow Коммутаторов И в этом плане Сделано очень много Да То есть Любая практически Проходящая Выставка Любой проходящий OpenFlow Форум Посвященный Тестированию На совместимость Различных компонентов Нек Оттуда Возвращаются С наградой Именно В части Совместимости Что из себя Представляет контроллер Да То есть В базовом варианте Контроллер Это все-таки Некий софт Который В соответствии со стандартами Позволяет управлять Пакетами данных Записями OpenFlow Entering В таблицах Коммутаторов Плюс Предоставляет Некий IPI С помощью которого Можно написать Сетевое приложение Есть Несколько Задач Ну Там С точки зрения Которые Конечно могут Существовать В виде приложений Но все-таки Они настолько Важны Что Было решено Этой задачей Организовать Непосредственно Как часть контроллера Или как часть Операционной системы А собственно Все В общем-то Как по аналогии С компьютером С операционной системой Которая стоит На компьютере То есть первое Это менеджер Топологии Физической сети То есть Все что связано С администрированием Физической топологии Связанностью Узнаваемости Типа установленного Коммутатора Получением информации Какими ресурсами Никакими возможностями Этот коммутатор Обладает Перестройка Топологии Это решается В автоматическом режиме И Мы можем Полностью уйти От физического Администрированной Сетевой среды От сетевого Планирования То есть у нас Произвольная Топология Берем коммутаторы Произвольно их соединяем Подключаем к контроллеру Все получаем Физическую среду Ресурс Вторая часть Это Пас-контрол То есть Распределение Подробных данных В соответствии с политиками В которой Реализован Как Управление Политиками С точки зрения Стоимости маршрутов Так и Управление Политиками С точки зрения Обеспечения Качества обслуживания Следующий момент Это Реализация Это Уровень Виртуализации Это Function Виртуализация Или Развертывание Автоматическое Опять же Развертывание Виртуальных Логических сетей Непосредственно На базе Единой Физической Среды И обеспечение Полноценного Layer 2 Layer 3 Для каждой Логической сети Независим То есть Каждая Логическая сеть Имеет Реализованный Layer 2 Layer 3 Step И имеет Некий API В помощи которого К этой логической сети Может получить доступ Оператор Или пользователь этой сети От него будет Скрыта Физическая Топология От него будут скрыты Другие Логические сети Он будет видеть Только свою Логическую сеть Получает полный Инструмент Для управления Этой логической сетью Как будто она Существует В железе То что мы видели Раньше в гиперлизерах Для IT Инфраструктуры Поставили ВМВ Запустили Можем создать Виртуальную машину С определенной Мощностью Точно так же Соединение Коммутатора Поставили Контроллер Интернет И на базе Физической среды Можем создать Виртуальную сеть С определенным Количеством Интерфейсов Ресурсов И производительности Ну Можно Пробежать Насчет NEC Сбен Аппликейшн Центр То есть E-Community В создании которого NEC работает Здесь можно сказать Что есть Уже целый ряд Приложений Независимых Производителей Программного Обеспечения Которые уже Интегрировались Через API И Соответственно Готовые Коммерческие Приложения Которые могут Использоваться В коммерческих SDN сетях Некий Итог По которому Можно сказать Что Pflow Это Не просто Ethernet Фабрика Сейчас SDN Рассматривается Как Ethernet Фабрика На самом деле Pflow Это Облачная сеть Облачная сеть С функциями Которые ранее Были Недоступны Для Ethernet То есть Первое Это Конечно Полностью Автоматическое Администрирование Физической Инфраструктуры Второе Это возможность Стопроцентной Загрузки Каналов Перетачи Визуализация Оптимизация Виртуализация Вот этими Тридерминами Мы еще В течении 5-7 минут По оставшимся Слайдам Пробежим Вот Ну и Конечно Можно сказать Что С точки зрения Ключевым моментом Для Может быть Внедрения SDN Сетей На Реальных Коммерческих Приложениях Является Интеграция Этих Сетей Существующими IP-сетями Здесь В общем-то Тоже уже Сделано Достаточно Много Особенно В плане Обеспечение Резервирования Да Условно Можно сказать Коммерческим Скажем так Размещается На двух Независимых Серверах Объединенных Кластер Эти кластеры Работают В режиме Active Standby И Имеют Разные IP-адреса Кластер Обеспечивает Синхронизацию Данных О сети В случае Выхода Из строя Активного Контроллера Коммутаторы Сами Переключаются На резервный Контроллер По IP-шнику Который Они имеют Ну и Условно Четвертая Сеть Управления То есть Ну Скажем так Некий Канал связи Который Служит Для Инициализации Устройства Тем не менее Чтобы Коммутатор Стал Активен Викин Доступным Для него все-таки Необходимо Подписать IP-адрес На канале Управления Чтобы его Контроллер Все-таки Увидел Мэпинг Виртуальной Сети То есть Каким образом Он осуществляется Значит В принципе Основных Три правила То есть Мы можем Мэпить На базе Физического Порта То есть Определенный Физический Порт Определенного Коммутатора Он относится К данной Виртуальной Сети Второй Уровень Мы можем Сказать Что Все порты Определенного Коммутатора Относятся К определенному Вилану Или Мы можем Сказать Или Мы можем Сказать Что Любой Пакет Который Пришел С 251 Вилана Всей OpenFlow Сети Будет Относиться Сети Вития Это Позволяет Скажем так Некий Достаточно Большой Маневр Между Гибкостью И Масштабируемостью То есть Если Мы Виртуальную Сеть Предположим Осуществляем Мэпинг Вилана С определенного Коммутатора То С разных Коммутаторов В одну Виртуальную Сеть Мы можем Объединять Виланы С разными Тегами За счет Этого За счет Того Что Одна Виртуальная Сеть Один Инстанс Может объединять Разное Количество Виланов Мы можем Значительно Превысить Ограничение 4096 лавров То есть Это Простая Математика Следующий Слайдик Это Интегрированное Управление С помощью Unified Network Контроллера Который Говорит о том Что Текущее Описание Виртуальных Сетей Оно основано На доменной Структуре Каждый домен Управляется Отдельным Контроллером И Unified Network Контроллера Обеспечивает Тот Медник На уровне Виртуальной Сети Доменно Ориентированной Структуры Кроме Номера Коммутатора Мы еще Указываем Номер Домена Из которого Мы Берем Виртуальную Сеть Немножко О Управлении Качеством Обслуживания Значит Здесь Вопрос Действительно Очень Не очень Обширный Можно ли сделать СВ на СДН Нельзя Но в принципе СДН сделать СВ сделать Можно Для Этого Собственно Говоря Есть Весь Инструмент Контроллер Обладает Полным Знанием О Ресурсах Сети А Точка Входа Ингресс Порт Точка Создания Потока Поддерживает РФСи 2698 На котором РФСи 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 На интерфейсах В EXTERN Это точки входа В СДН Сеть Мы Сначала Маркируем Трафик Ну и потом Соответственно В соответствии с назначенной шириной канала Этот Трафик Дропится Или пропускается Соответственно С общепринятой Вот этой Инфраструктурой Понятно Что может Что-то произойти Сеть может Перестроиться Вовремя Какие-то моменты Когда СЛА Будет выходить За эти параметры Вот Но Тем не менее Сеть об этом Даст знать И Там Через какое-то время В автоматическом режиме Управ и низкоприоритетные сервисы Mission Critical Service Все равно Будут существовать В соответствии Собственно говоря С Установленными Правилами КОС Фильтрация То есть Любой виртуальный бридж Да Позволяет Обеспечить Фильтрацию То есть Фильтрация Это проверка Пакета На соответствие Какому-то правилу И При соответствии Этому правилу Применить К этому пакету Какое-то действие Значит Действия могут быть Разные Да То есть Это может быть Дробь Это может быть Замена Заголовка IP-пакета О котором там говорился Над Это может быть Один из Наиболее интересных Redirect Причем Redirect Может быть Как на Физические Инстансы Да То есть Некие внешние устройства Которые у оператора есть Он их не хочет выбрасывать У оператора есть DPI У оператора есть Content Delivery Network У оператора есть Перо там Control Web Optimization Но сейчас В силу Структуру IP-стэка Оператору Вынужден Через Весь трафик Гонять Через Все эти Устройства При переходе На SDN Сеть Есть возможность Анализа Трафика По порту По маске По IP-адресу По любому признаку И собственно говоря Только данный тип Трафика Отправлять На Обработку На соответствующие устройства Причем устройства в сети Может быть не одно Да А устройств таких Может быть несколько Они могут быть там Последовательно Трафик Сети устройства Проходить Следующий этап Это переход На виртуальные Инстанции На виртуальные Плайнсы То есть Это виртуальная машина На которой работает Виртуальный Firewall Виртуальный Герас Виртуальный Компейлер Грейт Над Поддерживающий OpenFlow Интерфейс И в этом случае Этот виртуальный Инстанс Нативно встраивается Виртуальную 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 Сеть Еще раз Немножко Об экосистеме НЕК И в частности Вот О Cloud Оркестрейшн Да То есть НЕК С одной стороны Делает Свой Cloud Manager И Система Автоматизации Дата-центра То есть Динамический Сот Скажем так Для Private Cloud Вот И для Public Cloud НЕК Очень активно Пишет И дорабатывает OpenStack С точки зрения Построения Решения Cloud Manager Для На базе OpenStack И Сейчас Еще Буквально 5 минут Покажу Живую Демонстрацию Живая Демонстрация Доступ Удаленный Доступ Контроллеру И Сети На базе Из 6-ти коммутаторов Сеть Соединена С помощью Multi-Center Link Aggregation С двумя OpenFlow Свечами Для Выхода В интернет Соответственно Сейчас Отсюда Из интернета Мы попадем На Мы попадем На контроллер И посмотрим Какую функциональность Представляет контроллер С точки зрения Собственного Языка Программирования То есть У него есть Консольный интерфейс Где можно Описать Виртуальную Сеть В консольном Режиме Можно Это сделать В графическом Режиме И Небольшой Примерчик Который Мой коллега сделал Простейшие Несколько дней Это API API На пазе JSON Как раньше На слайде Есть вариант XML Есть JSON Которые Полностью Идентичны Которые Полностью Повторяют Те возможности Которые Предоставляет Сила интерфейс Для Программирования Управления Сбора Статистики И Управления потоками Трафика И Виртуальную Логическую инфраструктуру Итак У нас есть Целый ряд Созданных Виртуальных Сетей Без разницы Выбираем Одну из них Сеть Которая Обеспечивает Связь С Виртуальной Машиной Подключенной К интернету Из которой Сейчас В постоянном Режиме Идет Если интересно На эту виртуальную машину Можно зайти Через ВМВ Клиент Зайти в интернет Посмотреть Вот Но цель Нет Цель Просто показать Возможности Различных интерфейсов Для Программирования Сети Для Программирования Для того что Можно в простейшем Варианте увидеть Обладая Минимальнейшими Навыками Значит Это виртуальная Сеть Значит Все Интерфейсы Да То есть интерфейсы Могут быть Как статические То есть если мы Осуществляем привязку К физическому порту Это у нас Статический интерфейс Если у нас Для Агрегации С виртуальной Сетью Существует Правило То этот Интерфейс Генерируется В автоматическом Режиме И помещает Некий Номер Значит Первое что мы можем Увидеть Это визуализация Топологии Визуализация Логической Топологии Визуализация Физической Топологии Дальше Визуализация Трафика То есть Трафик который Ходит Мы видим Откуда он ходит Куда он ходит И мы по нему Можем получить Всю информацию Включая IP Адреса Порты Мак Адреса Номера Виланов И далее Если Задействовано ВР3 ВР4 С точки зрения Фильтрации Они Здесь Тоже Будут Видны Эти же Потоки Можно увидеть И на физической Физической Топологии Но Достаточно Интересно Что Пинг У нас В одну Сторону Идет Через Одни Озды В другую Сторону Через Другую Система Решилась С точки зрения Балансировки Нагрузки Ей так удобнее сделать Загрузить Канал Точно так же Мы Можем Подключиться С консольного интерфейса И Посмотреть Структуру Нашей сети Уже Непосредственно В виде Некого Программного Кода Если Посмотреть Предположим VTN 111 Которого Мы Открыли С точки зрения Физики Мы Увидим Три Интерфейса Прописанных Принудительно Статически Четвертый Интерфейс Соответственно Был генерирован Автоматически На основании Илана Иди То есть Когда У нас туда Подключилась Виртуальная машина Система Автоматически Создала У нее Виртуальный Интерфейс И Наверное Самое Интересное Это Демонстрация Новбанк Веб API API Значит Несколько Простейших Скриптов Написанных на Python Но Python Оказался Наиболее Более простым С точки зрения Наличия Библиотек Чтобы Можно было Увидеть это Наглядно Соответственно В принципе Любые Программирования JavaScript C Что угодно Что ближе Разработчику Оператору Можно примерно Создавать То же самое Например Можно получить Топологию Вот Запускаем скрипт на исполнение Система Обращается К контроллеру Да Это Скажем так Немножко Медленнее Положим Чем Работает Напрямую Внутри Контроллера Ну вот Мы видим Нашу схему Сначала Возвращаем Физическую Топологию Потом Показывает Топологию VTN1 Закрываем VTN1 Показывает VTN2 Закрываем Показывает Топологию VTN11 Кроме того Чтобы посмотреть топологию Можно выполнить абсолютно любую функцию которая может быть выполнена в контроллере То есть можно делать все что угодно Можно делать сетью с топологией с данными Например Можно посмотреть статистику по Может быть она здесь будет конечно не очень наглядно представлена потому что она будет представлена не в графическом режиме а в текстовом То есть информация по потоку в физической топологии То есть куда входят точка входа, значение счетчиков и транзитные узлы, через которые этот поток проходит. В принципе, можно получить значение счетчиков с каждой точки пути этой сети. Соответственно, то же самое для логической сети. Ну, возможно, как бы это не очень наглядно, да? То есть, если кому-то это интересно, то можно в ВПП посмотреть поближе и даже за пределами этого семинара пообщаться. Можно предоставить доступ к контроллеру, то есть удаленный интерфейс и, собственно, самостоятельно поиграться, посмотреть и что-то поделать. То есть, это, в принципе, все возможно. Вот, на этом я хотел бы закончить. Большое спасибо за внимание. Я чувствую, что времени я занял побольше, да, чем не было отведено. Вот, ну, большое, огромное спасибо. Большое спасибо. Саша, прошу. Спасибо. Продолжение следует...